Здравствуйте, друзья! Сегодня я отвечу на вопросы, которые возникли после появления видеообзора на новинку Edifier R1280TS. Вначале для тех, кто спешит, я займу одну минуту вашего драгоценного времени. Новая модель призвана в основном. В старой модели заменить на импульсный блок питания обычный старенький, который грелся и был неэффективен, он потреблял много электроэнергии в простое, а по европейским требованиям это потребление должно быть более полуватта в простое. То есть импульсный блок питания – это очень хорошо. И второе – это выход на сабвувер, который, в принципе, нужен таким колоночкам с таким форм-фактором, что, в общем-то, было востребовано. Ну и, конечно, улучшили немножко там какие-то другие технические параметры. Это пульс-дистанционное управление еще появилось, и все, и все по звучанию, видимо, динамики, видимо, усилители я буду рассматривать еще, но для вас это как бы все равно. Но те же органы управления, то есть два регулятора тембра в один регулятор громкости, больше никаких плюшечек нету. Колоночки хорошие, надежные, обкатанные, видимо, поэтому эту линейку развивают. Поэтому, если вас интересовали 1280, как они там «Т» назывались, то «ТС» вас могут привлечь более современной напаковкой и исполнением. Ну и все, до свидания, все, идите на работу, куда вы там еще идете, что вы будете делать с этим временем, которое сэкономили, если я тут еще 20 минут, допустим, порассказываю, что-нибудь я не знаю. Ну, на самом деле, выход на сабвуфер там не очень хороший. Вообще, во всех этих системах Edifier, которые сейчас появились, мне не очень понравился этот выход на сабвуфер. Он просто повторяет собой выход на низкочастотный динамик с кривой АЧХ. Но то, что она вверху кривая, это ладно, нас не волнует, потому что выше 100 Гц, допустим, то до 100 Гц. Она, прямо скажем, не сабвуферная. Это с одной стороны. А с другой стороны, для дома какой сабвуфер вы для такой колоночки за 100 долларов еще купите? Ну, вот Т5, вот этот самый. Он не копает. Вы же какой сабвуфер хотите? Вы хотите, чтобы он стоил 100 долларов и чтобы копал там от 20 Гц, хорошо, от 23 Гц. Где-то прочитали, там есть такие сабы какие-то. Не будет он копать, во-первых. Во-вторых, контента там музыкального нет вообще никакого. Не, ну мы же нижние регистры, допустим, органа классического деревянного не будем рассматривать. Вот, то есть, на барабану пушат на 70 Гц, допустим, там хватает с головой. То есть, ну, это уже такой вопрос, знаете, объяснение, почему я такой бедный, да, потому что у меня нет вот этих вот нижних Гц. Конечно, чем шире диапазонная частота, в том числе и вниз, тем лучше. Это бесспорно, но оно стоит, кстати, денег. Причем настолько фатальных, что эту систему чем не украсть, как бы, но она от тех денег стоит все равно не будет. Вот, еще раз. Речь идет о том, чтобы в небольшом бюджете, в небольшом габарите, предоставить вам возможность подключать сабвуфер, который приподнимет басовый баланс и даст вам прочувствовать то, чего бы вы с такими колонками, даже, допустим, S-серию купили бы Edifier, которая стоит, там, 500 долларов. Там не будет такого баса, который выдаст такой сабвуфер, даже такой простой, как T5. Но он не такой же простой, между прочим. Что возможно сделать в 8-дюймовом дизайне, как бы, там сделано довольно неплохо. Я читаю там, как называется, комментарии есть о том, что он хрипит, пердит и так далее. Так, ребята, вы пускаете сигнал на него, меняемый какой-то. Нет, ну, если он бракованный, это не обсуждается. Это надо его или сдавать, или в ремонт относить, не знаю, вот. Но, в общем случае, если навалить с контентом, там, около 30 герц или даже 40 герц, когда басы ловят дебильные вот эти вот ролики, то захрипит любой сабвуфер. Вот, поэтому не надо предъявлять требования царские к канцелярским товарам. Прошу вас, это некорректно и ни на пользу, ни мне, ни вам, ни нашей беседе. Она будет неконструктивная просто. Итак, в этой акустической системе 1280TS, что, собственно, и предлагается. Вот, то, что я перечислил для тех, которые спешат, они уже убежали. Минусы поставили, скорее всего. Кстати, я ввел платную опцию, если кто-то хочет персонально обсудить какую-то ситуацию, какой-то выбор, какое-то решение. За небольшие деньги, там, от 10-20 долларов, я готов уделить им время в привате. А вообще в приват не надо мне писать, я сразу удаляю эти сообщения, потому что, как я же в других обзорах говорил, я не сплю и вижу эти колонки, я вообще не фанат. То есть, как бы, это моя работа просто. Вот один, там, мусор собирает. Я вот колонки, там, разрабатывал, а сейчас, там, допустим, комментирую, потому что мне есть чем заниматься и без этого. Ну, в смысле, отдых. Ну, конечно, пенсионер, понимаете, то есть, что, водка, бабы, ну, спорт немножко, там, такое. А колонки нет, колонки не входят в... Hard Rock входит, некоторые композиции Hard Rock. Ну, чё ж я отвлёкся, ну, чтобы вы не уснули, там, допустим, да? Короче, эта система словно чем? Вот этим выходом на сабвуфер очень важный импульсный блок питания, архиважные изменения, которые в схеме они сделали, наверняка с улучшением, повышением надёжности функционала, параметров и так далее. Наверняка откорректировали с помощью ДСП, АЧХ, которая там была. И вот этот вот пультик дистанционного управления, опять же, появился. Вот. Теперь давайте разберём комментарии, которые... комментарии, которые люди прислали. Вот я снизу начну, чтобы 4 дня назад сделали бы они снизу этот светодиод. Раздражает человека светодиод. В ночное время, видимо, это светодиод, который сбоку там на колоночке находится. И, и, и... Вот, кстати, картинки этих колонок. Кстати, только на вот этой картинке, я их уже просмотрел предварительно, колонки расположены нормальные, так как они должны быть расположены. На всех остальных это чёрт знает... А, ну вот на это ещё. Вот, чёрт знает что. Что они вот так вот у человека стоят, что ли? Я не понимаю. Вот так вот, например. То есть, для кого вот эти вот картинки сделаны? Они дискредитируют саму затею, понимаете? То есть, домохозяйка купит колонки, вот так вот поставит и будет говорить, что у Васи, мол, есть стереопанорама, а у меня нет стереопанорамы. Откуда она возьмётся? Ну, такая тётечка, бюстик такой красивый. Вот, да, так о чём я? Комментарии. Света идёт. Дорогой друг. Ну, вот если вот так посмотреть, что колонки стоят, где они там? Где там они? Вот так вот, да? Светодиод. Вообще непонятно, где тут светодиод. Ну, короче говоря, он сбоку где-то светится, вы сидите вот тут в кресле. То есть, что, какой, как он вам мешает, я не представляю. Я думаю, что каждый взрослый человек в состоянии расставить так, чтобы этот светод им не мешал, или заклеить его в конце концов там жвачкой. Ну, я шучу, конечно, я не издеваюсь, нет, но вы спросили, я считаю, что это незначительное замечание. Маленький, язычный выполненный звук, у него слышно, как я пишу, стул, мне кажется, самое то, спасибо за обзор. Каши дома не услышал. Кстати, вот это хорошая похвала, потому что, если человек где-то уже слышал кашу, то, ну, это в звучании каши, когда все инструменты сваливаются в единый рюк такой, из которого нельзя вычленить там какой-то конкретный инструмент. А тот человек пишет, что каши нет, это хорошо, или из обзора, да полюбит выбирать музыку. Блин, я уже 20 раз писал, что я музыку, вот ту, которая у меня в наборе, которую я гоняю все время, она мной взята с первой страницы буквально. Я открыл фонотеку Ютуба, не знаю, тут у вас видно, нет, сейчас. А, тут у меня закрыто почему-то, я не знаю, почему, куда она делась. Короче, я взял с первой страницы все эти треки, я их вообще не отбрал. А, я их отобрал по жанрам хоть немножко, чтобы было какое-то различие, чтобы показать какие-то инструменты, там, даже засинтезированные, хотя там натуральные, по-моему, тоже звучат. Ну, и последний трек с Марией Крест уже показательный, он записан лучше, звучит лучше. И, ну, можно было устроить какой-то набор треков другой, там, я не говорю, что он хороший, он просто такой, и я на нем гоняю все акустические системы, поэтому их потом можно сравнить между собой, вовсе не потому, что это лучшие какие-то треки. Или я такое слушаю. Конечно, я такое не слушаю. Блин, я Ладзе прям слушаю, Джет Ротал слушаю, а это я не слушаю. Ну, вот, но вы тоже слушаете какой-нибудь, ну, я не буду усугублять, как бы, а то отпишутся еще 100 человек, то есть. Вот, у каждого своя музыка, это только для того, чтобы оценить качество звучания колонок. Ждем, для нас 80 ДБС, да, снята, и она еще более продвинутая версия этой, да, но не сейчас, видимо, да. Они наклепали, о, классный, кстати, этот пост человек написал, что даже не слышал, выходом на саб безоптирует. Теперь их четыре штуки. Вот, кстати, ребята, обратите внимание, вот это очень интересная подборка, спасибо большое, Александр Петченко. Самая базовая первая была 1280T, она имела только два входа RCA. Далее появилась, ну, видимо, далее, DB с блютусом, оптически, и цифровыми входами, в дополнение к этим двум аналоговым входам. ТС, которую мы рассматривали в пятницу, вот сейчас обсуждаем, два входа RCA и выход на сабвуфер, то есть, можно сказать, что это ТС, это продвинутая ТАТ. Версия, ну, еще раз, внутри изменено многое, блок питания вообще другой, прогрессивный, хороший. А вот ДБС, блютус версии 5, оптический, специальный, выход на сабвуфер. То есть, это вот все в одном, как бы, ДБС, которую мы тоже, тоже, тоже рассмотрим. А эту мы, кстати, давно рассматривали, она уже старенькая, как бы, система. Вот четыре таких клона, и, кстати, в roadmap, то есть, в плане выпуска на этот год, есть еще одна модель, еще более продвинутая, называется 1380. Но о ней я либо уже рассказал, либо еще расскажу, это будет потом. Что это такое длинное, очень бубняще звучат в тональности НЧ. Визит Педрова, Визитов, ну, человек недоволен, ограниченный, что там диапазон. Чем ты недоволен? Какая тональность НЧ? Я не понимаю. Нет тональности НЧ, есть лебо-моль тональность, да, до-мажор. А, ну, он высказался так, мне, ну, не люблю, когда умничает, уже говорит тем языком, который ты понимаешь. Ну, я тоже стараюсь говорить тем языком, который я понимаю, но и который бы, вы поняли тоже, что мне... Говорить не пойми для кого. Ну, Википедия мне в помощь, хорошо, то есть. Тональность. Скажите, когда же начнут делать, блин, это вообще ни при чем, понятия не имею, когда они начнут делать. Я родмап, кстати, еще раз, я уже снял выпуск, не знаю, когда я его опубликую, там, что Edifier будет готовить в этом году для вас. У них надо спросить, никогда невыгодный формат. Да, кстати, я считаю, что это невыгодный формат. Вот, кстати, о вопросе о 900, там, на 900, 900 нету, а 2 800 формат невыгодный. Он в логистике занимает очень много крови, пот и слез, в обслуживании, во всем, стоит дешево. То есть, вы знаете, как дутое золотое кольцо. То есть, оно тупое, никому удовольствия не приносит. Вот, ну, вам я понимаю, что это хорошо, вместо С-90 купить, вот, по старой памяти, чтобы, ну, лобало, там, соседей пугало. Но для них это не бизнес, это чепуха какая-то. В этом я согласен, но спрос есть, и я бы, безусловно, на месте дистрибьюторов, там, украинских, там, белорусских, русских, еще казахских настаивал бы, ну, те, которые востребованы на такой формат, я бы настаивал на выпуске таких колонок. Если они не могут настоять на выпуске таких колонок, то ответ один, они не могут купить достаточно много, чтобы для них эти колонки делали. Потому что есть минимум order quantity, то есть, минимальный заказ, количество заказа колонок. То есть, вы не можете заказать у EDIFAR, R2900, как человек пишет, допустим, 100 штук. Нет, скажет EDIFAR, скажем, 5 контейнеров, 40. Сколько до входят, я не знаю, какая разница. Количество, они ящиками, то есть, контейнерами все это меряют. Нельзя заказать 100 штук, 5 штук, 10 штук, это не катит. Поэтому, если все вот эти, которых я перечислил, не могут заказать какое-то количество одной модели. Кстати, я думаю, что они даже не согласовывают с собой эти действия, но там внутри офиса EDIFAR наверняка все-таки согласовывают, подсчитывают, кто сколько готов заказать. И вот поэтому, по-моему, насколько я понял, сняли 2800 с производства. То есть, она себе его пускалась, она уже устаревшая, там этот ужасный трансформатор, который гудит, греется, кстати, он пожароопасный, реально. То есть, не даром европейские нормы вот эти ввели о потреблении пониженном. Она им не соответствует. И, конечно, поэтому эдики ее не стали развивать. А, выпустили же вот эту 2850, но они позже. ТЕКС, у нас нет таких продаж. ТЕКС завезли, разобрали, Хабаровск. Ну, у нас тоже ее нету. Мне образцы дали. Это не серийно пока, ну, непродаваемое. 110 долларов, а что, менее дороговато. Ну, если это розница, то я думаю, нормально. Хотя мне трудно оценить, конечно. Я других цен не знаю, тем более в вашем, допустим, регионе, где вы живете. А, как он говорит, Муз-центр, Раева, ну, не знаю. Да, да, ну, скажем, классический, да. То есть дерево. Мне импонирует. Но я человек старый, поэтому на меня это все не равняется. Поэтому я молчу как бы. А те за мониторами я очень дружелю. При чем тут это? Мария накинула 7 лет. Какая Мария? Еще накинула. Уже спасибо, но я все-таки купил 2800. Хорошо. Круче звучат, чем Макролаб. Я не слушал Макролаб, не могу сказать. Стоит вот 2,5 грамма. Понимаю. Сразу два сигнала, Людмиродин, хорошо ли, домашнего, на караоке. А для Людмиродин, продукция негодна для большего. Но что, огурцы солить, я не знаю, в качестве метронома использовать. Что? Для чего, вы полагаете, вообще эта продукция годится? И какая годится вам? Что вы там слушаете? Не нравится, не покупай. Голосуем рублем. Вадим Васильев, я тоже голосую рублем. Мне вот не нравится что-то, я не покупаю. И вообще, когда приходится что-то покупать, ну кроме продуктов питания, конечно, я думаю, что это что-то не так пошло. То есть, не так все хорошо. Если мне надо что-то купить, то это излишество. Ну, я бывший хиппи просто, поэтому у меня там своеобразное довольно на это представление. Д-класса. Ну, хороший вопрос, но да, Д-класса. Texas Instrument. Американский Texas Instrument. Где он производится, я не знаю. Может, в Китае, но может, и в Штатах. Трамп, он наставил, чтобы все в Штатах производилось американское. Но это реально американский чип, это не китайский чип. То есть, они точно такой же будут стоять во всех устройствах любого бренда, которые будут подобный функционал клепать. Такие имена, как Патрик, например, меня в шок уводят. Блин, ребята, там еще Том Круз где-то есть. То есть, ну, или это дети просто, или я что-то не понимаю, не знаю. Я там называю, там, Юра 1, 2, 3, 5. Ну, что-то такое. Ну, когда нужно где-то забить, там, что-то. Или вот Депо Студин Суши. Ну, как хорошо назвать, правильно? Это Патрик. Я мог бы называться Вилли Брандт, например, ну и что. То есть, что-то добавило бы. Это какая-то карикатура получилась бы, понимаете. Я просто работал с ирландцами. Это такая довольно специфическая публика. И чем этот человек из средней полосы России, судя по всему, чем они ему, как бы, показались родственными, я не представляю. А сколько уже реинкандация, мне до сих пор нравится изучение. Они устроили эмоционально. Ну, да, хороший пост, это я ему сердечко прилепил. Это вот сердечко, если вы видите, это я люблю. То есть, автор этого канала. О, какой длинный. Патрик. Как всегда, включают выбранную музыку с ровными верхами, которые на любой акустике звучат идеально. Не, Патрик опять, Патрик срань вылазит. Нет, музыка, как я сказал, бралась мною буквально с первой страницы библиотеки Ютуба. И подбиралась, я выбрал буквально пять треков по разным, более не менее, стилям, разным наборам инструментов. Я добавил туда вокал Марии Гресс. Потому что без вокала никак. И на самом деле ничего не отбирал. Между прочим, вопрос интересный в том плане, что, например, брендовая техника какая-то хорошая. Она... Обычно бренды выпускают свои тестовые диски, на которых именно подобрана музыка и эквализована таким образом, чтобы их продукция звучала более выгодно. И это нормально. Но, например, когда продают платье, показывают моды, от кутюр в частности, выбирают женщин, на которые эта одежда более выгодно подана. Правильно? Ну, что если одеть толстуху, в это получится вот есть карикатура, что купила на Алиэкспресс платье маленькое, чёрное, оно оказалось... А она сама жирная такая. То есть получается, что... А на картинке девочка была... Ну, и куколка в этом чёрном платье. А тётка купила, она себя напяняла. Ну ты ж смотри, что ты ж нет такая девочка. Вот. Поэтому музыку это нормально. То есть я не считаю это подлогом никаким. Вовсе нет. Вот. Они заточены, чтобы продать. Они оплачивают, возможно, какие-то тестовые комнаты, залы прослушивания, шоурумы. Ну, видимо, дают какой-то бюджет для того, чтобы, опять же, выгодно расставить даже колоночки, чтобы они даже визуально смотрелись интересно. Потому что, например, покупатель может прийти с женой. Она скажет, ух, что-то в углу там чёрное стоит, и в пыли. Всё. Всё не купим. Будет права, потому что нужно подать это всё. Преликательно. Ну вот. Без обмана. Это не обман. Ну, мне так кажется, короче говоря. Поэтому ещё раз. Я не подбирал. Потому что я не один бренд описываю. У меня их там, не помню, 40 или сколько. Вот. И мне вообще пофиг, что, как они звучат, эти колонки. То есть, я не покупатель и не продавец. И не собираюсь вам втюхать, чтобы убедить, что какие-то надо колонки покупать. Моя задача вам показать, как они звучат, причём в основном в сравнении. То есть, с какими-то другими моделями, ну, конкурирующими, как правило. То есть, при прочих равных условиях. В плохой обстановке. На плохих MP3. Через плохой канал YouTube, который компрессирует всё и режет. Я вам показывал звучание разных комплектов. И если вы скажете, что это всё звучит одинаково, вы ничего не слышите, вы вообще счастливый человек. Он всё равно что покупатель. Я бы на вашем месте вообще ничего не покупал. В таком случае. Конечно, они по-разному. Все звучат. Именно характерные звучания. Вот, например, усилители всё равно, какие используются при тестировании колонны Hi-Fi. Ну, спасибо. Потому что заметность отличия усилителя через подобный трэш провести, там, P3, YouTube-канал, вашу контрольную аудиосистему, там ещё не останется. От звучания усилителя. От характерности звучания усилителя. Вы даже не сможете оценить его ценовую категорию. А колонки сможете. Но, опять же, лучше в сравнении. Потому что абстрактно так, если вы слушаете на копеечных Edifier, там, какие-нибудь топовые колонки Mission, например, то вы услышите, как максимум могут звучать ваши колонки Edifier со всеми погрешностями моей записи на YouTube. Ой, ну ладно, что-то уже завёлся. Реально, Костико. Ну, так прекрасно. Опять Патрик. Ну, я не рекламирую, блин. Мне всё равно, что... Мне, кстати, обратился сейчас ещё один бренд. Не буду его называть. Хотя отдать свою колоночку на тестирование. Одну модель. Пока. Ну, что-то уже месяц, по-моему, не могут ко мне её привезти. Ну, надеюсь, привезут. Вот. Я обещал непредвзято осветить. Имеется в виду мультимедиа. Слушал Edifier. На кухне у меня трифоник. Ваш хвалённый, убога, звучит после Edifier. Слушал лучше звучит. Опять Патрик. Значит, Патрик. Я написал, у меня нет трифоника. Значит, мой трифоник звучит. Не, ну, что-то же лучше звучит после Edifier. Значит, Edifier вот этот лучше звучит. Ну, хорошо. То есть, вы хоть чем-то довольны. А то, я смотрю, у вас там в Ирландии вообще плохо. Дилита. Добрый день, Юрий. Посмотрите, пожалуйста, внутренняя начинка, ауктивные колонки не меняет ли баланс? Ну, меняет, но настолько ничтожно, что об этом нечего говорить. Ну, а более подвинутые фирмы там компенсируют вытесненный объём. Ну, какой объём может вытеснить плата с установленной на неё компонентной? Вот эта вот штучка. Ну, какой объём? Какой-то ничтожный. Да, ну, плата примерно столько же занимает, поэтому и вытеснять там особо нечего. Вот, поэтому этот вопрос, как бы... Хотя на маленьких колонках это, конечно, более существенно, чем бы они были большие. Там этот объём платы был бы ещё менее заметен, но, ей-богу, оно настолько мало влияет, что смешно, даже по измерениям незаметно. Поэтому вам на слух этого нет шанса разобрать. Добрый день, странный вопрос, но всё же, как правильно выключать эти колонки? Только тумблером сзади. Вот, 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 вот. У меня Defire 2700. Я ответил, 2700. Надо выключить на ночь? А ТС не надо. Потому что у ТС импульсный блок питания, соответствующий европейским нормам низкого потребления. И это очень важно. А вот в ДВС существует жуткий понижающий трансформатор, который мало же греется, гудит, недостаточный, ну, так, по-хорошему мощности, так, теоретически, как для себя любимого, я бы побольше взял. Ну, и такое. Спасибо за вопрос, Михаил Александрович. Как всегда, отлично, спасибо. Ну, бюджет на свои деньги, ну, хорошо. Автор, есть ли инфа о сроке доступности продажи, да, смотри, в Украине рекомендованная цена? Мне любопытно, Николай Орлов, почему вы пишете с большой буквы всё? То, что, ну, я знаю, по-немецки так пишется существительное с большой буквы, а вы здесь зачем? Не знаю. Я далёк от продаж, уважаемый Николай, я не знаю. И меня это не интересует. То есть, это можно позвонить или написать в представительство Edifier, ну, сайт имеет Edifier.com.ua, насколько, да. Вот, и там спросите. Собственно, это уже всё, конец. Вот я сейчас нажму на закладку. Вот видите, Edifier.com.ua, да, вот, где там у них какие-то контакты, контакты. Вот, MPF, Литек, зона 51, Киберарена. А что, одно слово Киберарена? Ну, ладно. И вот тут вот можете форму заполнить, и то, что вы не робот, отправьте, и вам, вероятнее, всего ответят. Вот, а телефона почему-то нет, я не знаю почему. Ну, вот в зоне спрашивать бесполезно, я уже пробовал. То есть, там, ну, это просто магазин, то есть, он к Edifier такое посредственное отношение имеет. То есть, это, видимо, это вот Элитек. Ну, тоже тут нет. Короче, вот, мой совет – это именно заполнить форму. Ну, дорогие друзья, простите, если было затянуто, простите за отклонения, если они были в моем диалоге, ну, провели там 20 минут вместе, спасибо. До следующих встреч, пока.